добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер уважаемые партнеры коллеги если меня сейчас слышно видно поставьте пожалуйста плюсики в нашем чате чтобы я понимал как у нас дела обстоят со связью так я вижу плюсики поставили хорошо то есть нас сегодня много в принципе на данном вебинаре почему-то людей бывает не так много то ли все скажем так понимают да но как показывает практика далеко не все у нас разобрались с личным кабинетом что где находится и большинстве своем люди испытывают проблемы на почему-то не хотят учиться до тому где что можно найти какая информация как можно управлять скажем так своим бизнесом где получить информацию о том как развиваются структуры и так далее так далее не знаю почему лень страх либо одно и другое либо скажем так как-нибудь зайду разберусь да так сожалению бывает бизнес по партнерским программам он не подразумевает жесткого управления людьми которые находятся под вами то есть они этот бизнес могут делать так в том темпе в котором они хотят в том же темпе они могут скажем так обучаться развиваться познавать чего-то новое так далее либо не делать этого то есть если вы планируете точнее если вы думаете что вы сможете кого-то заставить что-то сделать но большинстве случаев происходит все наоборот то есть заставить кого-то что-то делать чего не хочет в бизнесе по партнерским программам невозможно но ничего страшного в этом нет да принципе личный кабинет это то место в котором вы можете найти большой объем информации который может вам помочь и строить бизнес да и скажем так осуществлять приобретение пакетов акций нашей компании вот помогать в этом разбираться своим партнером ну по большому счету личный кабинет это как например аккаунт в каком-нибудь интернет банкинге да то есть где вы можете зайти посмотреть все операции которые происходят у вас по вашему счету в каком-либо банке и так далее я рекомендую это знать я рекомендую уметь делать простые шаги для чего для того чтобы вы могли обучить какое-то количество ваших партнеров пришедших следом за вами и они сами в дальнейшем могли обучить еще кого-то у вас принципе развяжутся руки да еще вторая наверно цель всего этого дела вебинаров которые мы стали проводить ну чтобы как можно меньше было звонков к нам сюда в отдел информационной поддержки службу технической поддержки где люди скажем так задают элементарные вопросы да где нам найти вот это почему там я вот это не могу и так далее вот не отвлекать наших менеджеров которые дают ежедневно большой объем информации людям которые собираются скажем так стать инвесторами разбираются в информации о нашем проекте и так далее чтобы люди выполняли свою работу задача наших менеджеров первую очередь москве это информировать ежедневно большое количество людей о возможностях которые предлагает проект компания skyway капитал соответственно это большой объем работы по привлечению инвестиций а у нас сожалению часто происходит так что огромное количество звонков skype и по телефонам и люди задают элементарные вопросы которые они могли бы скажем так решать сами если бы посмотрели даже запись какого-либо вебинара по личному кабинет сам вебинар будет проходить в режиме показа моего экрана да то есть на рабочем столе вы сейчас будете видеть то что будет происходить на моем компьютере я сейчас нажму кнопку поделиться экраном у меня прогрузится сервис и после этого мы с вами зайдем в личный кабинет партнера компании skyway капитал наверное рассмотрим сегодня основные моменты на что стоит обращать внимание где что можно найти в личном кабинете и так далее так сегодня грузится немножко дольше чем обычно сейчас мне появится кнопочка мы с вами будем двигаться по нашему вебинару так вот она трансляция рабочего стола вроде бы запустилась меня к вам просьба будет я нажимаю кнопку начать трансляцию поставьте кто-нибудь из вас плюсики в чате если эта трансляция началась если скажем так вы видите мой рабочий стол в принципе я сейчас проверю даже тогда все рабочий стол пошел и так друзья заходим в кабинет партнера компании skyway капитал главная страница после того как вы заполнили свои данные при входе в кабинет то есть указываете адрес электронной почты он же является логином на сегодняшний день да и пароль который вы указали при регистрации попадаете на страницу который называется главный на что здесь следует обратить внимание первое позвонить сайта недавно появилась кнопка принципе работала как часы сейчас мы переехали в другую офис эту неделю скажем так с небольшим мы работаем здесь могут быть какие-то сбои потому что сейчас настраиваются оборудование но в принципе находясь в любой стране земного шара когда вы зашли в интернет вы можете нажать на кнопку позвонить сайта и связаться с специалистом нашей технической поддержки потому что у вас появляется вот такое окно я вам нужно просто разрешить доступ к своему микрофону да и как только вы это сделаете будет услышлен звонок нам сюда вводил информационной поддержки но только в рабочее время с 10 утра до 19 вечера по москве к нам сюда вы попадете не рабочее время как правило данная возможность скажем так переключает вас на специалистов технической поддержки вверху увидите баннер да на котором у нас указано что с августа месяца любой человек который зарегистрировался в нашем личном кабинете получает подарок 100 акций ну и информация на этом же баннере что у нас 23-24 числа в городе минске пройдет конференция одно могу сказать в этом баннере скажем так есть запишите сейчас записаться уже нельзя потому что скажем так подвели итог людей которые подали заявку на участие в конференции сейчас соответствии с этим арендуется зал на второй день да и соответствии с этим арендуется необходимое количество транспорта который будет перевозить людей железнодорожного вокзала города минска до марины горки дойка технопарка где будет проходить первый день и так что еще есть на главной странице есть информация о состоянии ваших счетов да вот левый баннер который вращается если человек только зарегистрировался не везде нули вот если вы делали какие-то движения покупки заводили денежные средства да приобрели например какой-либо из пакетов акций у вас остались деньги на основном счете значит будет указана сумма на основном счете если вы даете людям информацию строите партнерскую структуру соответственно у вас здесь отражается информация сколько денег у вас на бонусном счете сколько на акционном счете если какие-то премиальные акции у нас периодически бывают акции да там промо какие-то акции людям начисляется за какие-то действия какое-то количество акций на премиальный счет сейчас увидите там мы если мы подведем мышку то данный баннер развернется и мы видим кнопки пополнить счет мы видим кнопку транзакции то есть это раздел в котором отражаются все денежные операции вашего личного кабинета все что происходит с движением денежных средств и вы можете заказать деньги на вывод если у вас уже есть построенная партнерская структура и скажем так не менее 30 долларов на бонусном счете накопилось далее справа баннер который тоже вращается видите здесь написано что реферальные ссылки находятся в разделе инструменты партнера если мы нажмем и перейдем в раздел реферальных ссылок здесь фамилия имя и какой скажем так объем работы проделан до следующего квалификационного уровня по маркетинг плану компании skyway capital у меня видите первая квалификация партнер всего их 6 осталось сделать скажем так 28 процентов работы и можно подниматься на следующую ступень квалификации вверху на сером фоне есть возможность переключения на англоязычную версию сайта то есть я сейчас нажимать не буду но просто говорю если вы нажмете на две буковки и и n у вас все будет на английском языке за исключением возможно некоторых рисунков которые еще скажем так ну не вставлены не переведены баннеры далее если вы вставляли фотографию в своем профиле здесь она будет отражаться ваша фамилия имя и вот справа есть треугольничек который мы нажмем и у нас высвечивается профиль документы ну и основные вопросы да либо мы можем выйти из личного кабинета я пока не буду в профиль заходить позже потом мы с вами посмотрим как в профиль попасть и исправлять информацию либо точнее пополнять ее из другого места далее у нас есть баннер который демонстрирует информацию по маркетинг плану по вашей партнерской структуре сразу отражается что количество людей которые вы лично пригласили в этот проект и количество инвестиций которые вы привлекли в первом поколении дальше следующий баннер показывает какое количество акций вами было оформлено в нашем проекте да если у вас есть рассрочка то здесь будет информация там где у меня нолик то количество тысяч акций которые забронированы по той рассрочке которую вы уплачиваете дальше баннер разворачивается вы можете перейти легко в раздел мои сертификаты посмотреть те сертификаты которые вы оформляли либо перейти в раздел инвестировать то есть выбирать себе пакеты при условии что скажем так либо денежные средства вы уже завели либо планируете скажем сразу приобрести себе пакет акций посредством оплаты благодаря тем платежным системам которые есть в нашем личном кабинете раздел который информирует вас о партнерской программе здесь есть видите маркетинг если мы нажмем и перейдем в раздел статистики вот он здесь информация дублируется дальше есть кнопки инвестировать есть кнопка новостей на главной странице и дальше информация в виде двух круговых диаграмм опять же количество денежных средств которые вы привлекли лично в первом поколении количество партнеров в вашем первом поколении информация по вашей квалификации то есть видите у меня скажем так по личных инвестиций или инвестиций первого уровня перебор до 300 с лишним процентов выполнены работы а вот по личным инвестициям был куплен один небольшой пакет поэтому скажем так что вырасти следующей квалификации достаточно дойти до 100 долларов инвестиций можно переступать на следующую ступеньку карьера и привлечено участников с личной инвестиции более 100 долларов 4 человека достаточно 2 до следующего уровня далее внизу мы видим информацию которая отражает все движение денежных средств в личном кабинете 5 последних проплат ну и в принципе на главной странице все далее мы говорили о профиле то есть профили можно нам перейти здесь да вот профиль документы можно в профиль попасть с этой стороны да вот у нас есть профиль точно также персональные данные то есть это профиль либо документы мы здесь найдем слева нажимаем персональные данные у нас высвечивается страницы на которую вы можете скажем так отразить информацию, которую посчитаете нужным отразить. Для людей, которые только зарегистрировались, им было необходимо, потом сейчас у нас настроена так работа, что сразу же нужно подтверждать свою регистрацию, то есть, скажем так, на электронный адрес приходит письмо со ссылкой, нажимая на который вы подтверждаете то, что это вы регистрировались и вам будет предложено выбрать страну и город, в котором вы находитесь, из которого вы регистрировались. Как только вы это сделаете, вы себя идентифицируете. Далее, вам нужно будет подтвердить телефон, который вы указали при регистрации, то есть, нажимаете кнопочку подтвердить, он красным цветом выделен, вам отправляется смс на телефон с кодом, который вы вводите и подтверждаете свой телефон. Далее есть пару галочек, которые рекомендую оставить. Это галки о том, что вам будут отправляться сообщения, если будет какое-то реферальное начисление идти по партнерской программе, ну и помощь наших менеджеров в Москве. Если вы хотите отказаться от нее, галочку уберите, и вам никто не будет звонить, вас никто ни о чем не будет оповещать, то есть, вы можете совершенно спокойно быть в одиночестве, да, ну и гордиться этим, наверное. Далее, слева информация о вашем наставнике. Если человек, который дал вам реферальную ссылку, вы по чьей-то реферальной ссылке регистрировались, то здесь отражена информация о нем. Фамилия, имя, скайп, если он указал его внутри личного кабинета, телефон и электронный адрес. То есть, есть люди, которые у нас регистрируются в интернете, в социальных сетях, в каких-то мессенджерах по чьим-то реферальным ссылкам, да, эти люди могут обратиться к своему спонсору и сказать, что я вот недавно зарегистрировался, помогите мне там развивать бизнес, расскажите мне про технологию, я хочу узнать подробнее о том-то, о том-то, о том-то. То есть, это удобно, когда вы увидите информацию о том, кто вас пригласил. Далее, вы здесь можете в дополнительной информации указать второй телефон, ссылочки на страницы ваших соцсетей, вот, у меня, видите, три ссылки указаны, в Твиттере просто меня нет. Вы можете добавить аккаунт, если у вас есть еще другие социальные сети. То есть, добавить здесь в личных данных отчество, да, страну, место проживания вашего, там, где вы зарегистрированы, да, либо там, где вы живете, в тех странах, где нет регистрации. И дальше можете указать дату своего рождения и документы, то есть паспорт. Я свой паспорт помню наизусть, данные, поэтому я здесь как бы его не вписывал. Когда вы все данные впишите, если посчитать это нужно, нажмете кнопочку «Сохранить», и все ваши данные будут сохранены в разделе «Профиля». Это мы с вами рассмотрели раздел «Профиль». Дальше, раздел «Документы», он появился не так давно. Я вам рекомендую всем запомнить, что он у нас есть. Часто нам инвесторы звонят, задают вопрос, а что, а где найти презентацию, где найти информацию о чем-то. Здесь большое количество информации о технологии, о развитии нашего проекта. Есть красивые брошюры по строительству экотехнопарка, по презентации. Инвестиционные предложения группы компании SkyWay. Видите, здесь есть выступление Анатолия Даровича Юницкого. И так далее. То есть здесь есть договор на аренду земли. У нас иногда люди, скажем так, а покажите мне договор, что это земля, которая в Минской области у вас находится, что она, скажем так, закреплена за вами. Пожалуйста, вы можете скачать себе договор аренды. Технико-экономическое обоснование. Полный объем информации, прочитав который, вы поймете, почему, скажем так, перспективно развивать данную технологию, какие у нее преимущества и так далее. Ну, в общем, буклет вы видите, да, целевое финансирование экотехнопарка и так далее. На нескольких языках, причем здесь есть на русском и на английском, что тоже очень важно. Это раздел документов. Мы с вами рассмотрели главную страницу и профиль. Дальше у нас есть раздел, который показывает внизу соотношение доллара к рублю. То есть вы заходите в личный кабинет, вниз подводите мышку и увидите, что сегодня соотношение 1,66. Пакеты акций у нас прописаны в долларах. Соответственно, умножаете на 66, это рублевый эквивалент, вы получите стоимость тех пакетов, которые есть. Помощь. Ну, в принципе, это как бы раздел, который пока не претерпел изменений. Скоро, возможно, его не будет. Будет как-то по-другому отражаться информация. Вообще, скажем так, скоро личный кабинет, он будет еще более эргономичный, он еще более будет простой. Сейчас заканчивается работа. Я думаю, в ближайшее время после конференции в Минске вы увидите новый личный кабинет. Далее. У нас есть раздел инструменты партнера, у нас есть раздел статистика, это, кстати, маркетинг, то, что мы говорили. У нас есть раздел инвестиций, банкинг, события, ну и главная страница. Давайте с событий начнем. То есть фактически на большинстве страниц нашего личного кабинета информация дублируется. Вот очень важный пункт в разделе событий называется расписание вебинаров. Нажимая на него, вы выходите на страницу, где можете видеть все мероприятия, которые у нас будут проходить в онлайн режиме в ближайшее время. Вы заранее можете определиться сами, когда вы будете на каком из вебинаров и на какие вебинары приглашать ваших партнеров. То есть сегодня у нас уже два вебинара состоялось, сейчас идет третий, потом снова будет вебинар Сергея Сибирякова, Алексея Суходуева, и вечером у нас будет вебинар на венгерском языке, вы видите, да, 21.00. Завтра у нас будет презентация в 18 часов, вот вебинар для словаков, да, он остался у нас, и в принципе еще будет вебинар Владимира Маслова. Это раздел расписания, то есть теперь вам нельзя сказать о том, что вы не видели чего-то, что вы не можете найти эту информацию, и поэтому вы не посещаете онлайн мероприятие. Кстати, онлайн мероприятие создано для того, чтобы вы могли на них приглашать потенциальных партнеров, чтобы они получали достоверную простую информацию, потом задавали вопросы, либо прямо на вебинаре принимали решение стать инвесторами. Это, скажем так, помощь каждому инвестору, вот такие онлайн мероприятия. Раздел международной конференции, скоро его не будет, да, это просто информация о том, что у нас 23-24 числа в городе Минске пройдет грандиозное мероприятие, то есть первая такая, настолько крупная конференция нашей компании. Будет порядка тысячи акционеров с разных стран мира, да, и здесь написано, что и во сколько будет проходить в первый день, во второй день конференции, вот, и какие, скажем так, призы будут вручаться и так далее. То есть, видите, на второй день уже появился адрес гостиницы, гостиница Пекин, улица Красноармейская, 36, Минск, Беларусь. Копируйте это, заходите в Яндекс, нажимайте на Яндекс.Карты, и вы будете видеть, как вам попасть, как туда проехать и так далее. Это информация по конференции, то есть раздел событий, мы с вами почти полностью разобрали, за исключением новостей. Давайте я нажму на новости, да, у нас, как бы так, в последнее время, как я говорю, ежедневно размещается практически не одна новость, да, он даже этот раздел достаточно долго грузится, вот, но на что стоит обратить внимание? Напротив каждой новости у нас есть кнопки соцсетей. То есть, я говорю про раздел новостей, как про инструмент ведения бизнеса. То есть, нажимая на какую-нибудь кнопочку, вот, давайте сейчас прямо с вами разместим, нажимая на кнопку Facebook, Facebook, да, сейчас у нас должна прогрузиться страничка, вот, и после того, как она прогрузится, у нас высветится панелька, в которой будет написано, точнее предложено, да, напишите, что это за сообщение, которое вы хотите разместить, то есть, комментарий, что-то у нас, вот, да, то есть, сейчас опять же пройдет прогрузка, мне предлагают, да, расскажите что-нибудь об этом, вот, у нас был аудит компании струнной технологии, то есть, здесь можно написать, да, что компания, точнее, группа компании Skyway, прямо сейчас сразу с вами размещаем, Skyway, прошла аудит, вот, аудиторскую проверку, поставим восклицательный знак, и здесь мы можем выбрать, кому, доступно всем, вот, опубликовать на Facebook, поделиться в своей хронике, вы можете на Facebook выбрать, да, поделиться в хронике друга, из списка своих друзей, можете выбрать конкретного человека, поделиться в конкретной группе, вот, но это можно сделать так, что вы размещаете сейчас в своей хронике, а зайдя на страницу Facebook, а потом можете дополнительно еще, скажем так, разместить в тех группах, в которых вы находитесь, видите, в Facebook единичка появилась, то есть это инструмент, который позволяет вам привлечь аудиторию на свою страницу, люди ознакомятся с этой новостью, могут перейти на страницу наших интернет-ресурсов, нажать кнопку регистрации, после этого, это ваши потенциальные партнеры, поэтому используйте данный инструмент. Далее, в разделе инструменты партнеры у нас есть еще три инструмента, да, то есть план вознаграждения, по сути дела, это краткая инструкция о том, как вы можете расти в квалификациях, какие деньги вы можете зарабатывать, благодаря нашей партнерской программе. Тут есть информация по каждой квалификации, то есть вы сверху нажимаете на квалификацию, и вам здесь рассказывается о том, какие проценты и за что вы получаете. Но к инструментам здесь относится вот что, внизу каждой страницы, неважно, там, будь то это топ-эксперт, либо партнер, здесь будет написано, скачать описание маркетинг-плана в формате pdf, либо скачать презентацию в слайдах маркетинг-плана. То есть если вы это сделаете, вы можете использовать данные инструменты для того, чтобы рассказывать людям информацию о том, какие деньги они могут зарабатывать. Реферальные ссылки, вы понимаете, да, реферальные ссылки – это инструмент для регистрации партнеров по вашим реферальным ссылкам в вашем первом поколении. То есть вы можете этих людей вывести, скопировав ссылку в буфер справа, да, вот название этой ссылки, либо на лейдинг-инвестор, либо на главный сайт, для тех, кто уже скопировал, скажем так, готов и принял решение, сразу копируете в буфер ссылку на форму регистрации в личном кабинете, человек регистрируется. Акцент. Если вы регистрируете людей на своем компьютере, вы ссылку копируете обязательно вот здесь в разделе «Мой профиль», нажимаете «Выход», потом открываете пустое окно браузера, сюда вставляете эту реферальную ссылку и регистрируете нового человека. Не регистрируйте человека, не выйдя из своего личного кабинета. Это раздел реферальных ссылок. Далее, у нас есть еще инструмент, который называется «Баннеры». Баннеры в первую очередь нужны тем, кто не боится или умеет строить бизнес в пространстве интернета. Это называется «Инфобизнес», интернет-маркетинг. У нас есть более 60 видов баннеров на сегодняшний день. И вы можете выбрать любой, который вас устраивает картинку. Вот она, вытянутая слева, например, или справа. Я могу на своем сайте, либо на блоге ее разместить. Тут меняются, скажем так, картинки. Вы знаете, есть люди, которые падки на какие-то изображения, на меняющиеся картинки и прочее. Здесь у вас есть HTML-код. То есть, вы выбираете либо «Лэннинг инвесторов», куда люди потом, нажав на баннер, перейдут, либо на официальный сайт. К каждому баннеру прикреплена ваша реферальная ссылка. То есть, в вашем личном кабинете вы размещаете картинку на своем интернет-ресурсе. Это может быть блог, это может быть сайт, это может быть сайт-эдностраничник. И этот баннер будет висеть и работать на вас 24 часа. То есть, кликая по этому баннеру, люди будут, скажем так, посещать ресурсы нашей компании. И если там будут принимать решение регистрироваться, опять же, это ваши реферальные партнеры. Это раздел «Инструменты». Далее, в профиль мы с вами разобрали документы. Доллары мы посмотрели, помощь посмотрели. Теперь у нас остались раздел «Статистики», раздел «Инвестиции», «Банкинга». Давайте мы начнем, наверное, с раздела «Банкинга» все-таки. Смотрите, в «Банкинге» у нас есть первое, что – транзакция. То есть, транзакция – это то место, в котором вы можете легко посмотреть движение всех денежных средств, которые, скажем так, происходило в вашем личном кабинете. Если у вас ничего не происходило в личном кабинете, вы только зарегистрировались, то данный раздел будет пустой. Заметьте, в разделе «Банкинга» на каждой странице дублируется информация о состоянии ваших счетов. И есть кнопки слева «Пополнить счет», «Вывести средства» или «Перевести на счет ваших партнеров». На данной странице отражается информация о последних десяти платежах, о последних десяти, скажем так, движения денег внутри вашего личного кабинета. Пополняли ли вы счет, покупали ли вы акции, выводили ли вы деньги со своего личного кабинета, либо переводили на счет своих партнеров, здесь все будет отражено. здесь будет стоять дата здесь будет показываться баланс и справа видите комментарий прописана операция за что и куда деньги пошли да это раздел транзакции далее у нас есть раздел пополнить счет вот если у вас ноль везде и вы только зарегистрируетесь в принципе я вам рекомендую первый платеж делать посредством того что вы сначала пополните основной счет своего личного кабинета вот а потом скажем так осащи осуществите покупку пакетов акций ну тех которых вы решили себе приобрести давайте для примера я просто сейчас напишу там сумму 10 долларов например да то есть пополнить счет нажму кнопку пополнить у меня сразу вы видите появилась панель который мне предлагается выбрать ту платежную систему благодаря которой я ввожу денежные средства в личный кабинет сегодня у нас есть это акпей perfect money яндекс advance cash виза виза снг виза весь мир киви кошелек вебмани и есть возможность решения денежного перевода посредством банковского перевода да вот с разных уголков земного шара вы выбираете то что удобно вам то что у вас есть скажем так регистрация на каком-то кошельке электронной платежной системе я сейчас ничего не буду делать просто закрою это да и кнопку пополнить точнее кнопку пополнить цифру 10 вытру но система так у нас устроена что если вы ввели сумму нажали кнопку пополнить уже да то скажем так произошло следующее в разделе выставленные счета вот я сейчас нажимаю в банкинга у вас будет информация о том что вы решили видите на 10 долларов пополнить свой личный кабинет до номер айди то есть выставляется номер счета и здесь у вас есть два предложения то есть вы могли это выбрать решить оплатить другой момент да вы заходите свой личный кабинет другой раз и в принципе можете нажав кнопку оплатить опять выбрать те платежные системы которых вы будете использовать нажимаете скажем ту платежную систему выбираете и дальше следуя простой инструкции осуществлять пополнение личного счета инструкция реально простая вам ничего сложного делать не придется но я сейчас нажму кнопку отменить потому что я скажем так не собираюсь сейчас пополнять счет у меня высвечивается баннер на котором написано вы действительно хотите удалить данный счет да то есть надо подтвердить действие да окей сейчас сайт прогрузится и у меня исчезнет неоплаченный счет. Видите, его нет. Неоплаченных счетов не осталось. Есть только те, которые я когда-то подтверждал и оплачивал. Все, что у вас будет здесь оплачено в разделе подтвержденные счета, оно будет сохраняться. Вот таким вот образом. Это раздел выставленных счетов. Далее. Раздел у нас есть перевод денежных средств. Для чего он используется? Раньше этого не было, сейчас сделали. То есть существует огромное количество людей в нашем мире, которые являются нашими инвесторами. Кто-то давно, кто-то не очень давно. Это люди, которые не умеют работать на компьютере. Это люди, которые никогда его в руках не держали. Которые боятся, но которые очень хотят быть инвесторами. У вас есть путь такой. Вы можете зарегистрировать данного человека со своего компьютера. Он в руках может держать пачку денег. Вы забираете эту пачку себе. А со своих счетов, если там достаточно денежных средств, с основного, бонусного. Либо с основного и бонусного одновременно, если нужно много, вы просто переводите на основной счет партнера, которого вы зарегистрировали. Для того, чтобы это сделать, сюда нужно ввести электронный адрес, который является логином, нажмете кнопочку «Найти получателя», система подтвердит, что такой человек есть, вы нажимаете «Перевести», «Подтвердить перевод», высвечивается, скажем так, поле, в которое вам нужно будет ставить код. Код одновременно у нас сейчас идет на почту и на телефон. Соответственно, какой-то способ быстрее, вы вставляете этот код, подтверждаете перевод, у вас деньги с вашего счета снимаются, мгновенно появляются на основном счете того человека. Почему на основном? Потому что это счет, с которого деньги не выводятся. То есть вы эту операцию делаете сознательно, и человек потом эти деньги проплачивает, приобретает какой-либо из пакетов акций. Далее. Запрос на вывод и настройки. Вот прежде чем сделать запрос на вывод, если вы заработали что-то по партнерской программе, вам сначала нужно зайти в раздел «Настроек» и выбрать те платежные системы, на которые мы можем вводить денежные средства сегодня из личного кабинета. Этих платежных систем у нас здесь Visa MasterCard, где нужно вписать номер карты, имя владельца, срок действия и выбрать доллара у вас карта или рублевая. Доллар, евро, рубли. Вы видите, то есть вы можете выбрать евро, рубли и доллара. Карточка Visa. Дальше у нас есть возможность выводить деньги на Яндекс.Деньги, на Kiwi кошелек, WebMoney, систему OkPay. Если вы зарегистрированы, у вас там есть электронный кошелек, и система AdvancedCash. Долларовая и рублевая. У меня вы видите в личном кабинете две платежные системы Яндекс.Мoney и Kiwi кошелек. То есть я могу сейчас зайти в раздел «Настроек». Когда вы добавляете какую-либо систему, например, Visa MasterCard, если вы хотите, нажимаете потом Ok, и у вас здесь появляется эта платежная система в разделе «Настройки». Если в разделе «Настройки» у вас есть что бы то ни было, то есть вы какой-то кошелек добавили, соответственно, заходя в раздел «Банкинга» запрос на вывод, опять же, видите, дублируется состояние ваших счетов. Вы просто-напросто, видите, техподдержка мне сразу отвечает. Вы просто-напросто пишете, выбираете из тех счетов, которые у вас есть, например, я же поменяю, Яндекс.Мoney, и сюда вы писываете сумму, которую хотите вывести, нажимаете кнопку «Вывести». У вас высвечивается информация, что заявка принята к исполнению, и в течение суток, трех, редко когда больше, данная сумма выводится на вашу электронную платежную систему. Это то, что касается банкинга. Теперь, раз уж мы говорили, скажем так, о банкинге, давайте поговорим о статистике, потому что деньги на вывод у вас могут появиться только тогда, когда вы строите партнерскую структуру, когда у вас происходят начисления какие-то. Что важно знать, когда вы хотите посмотреть актуальную информацию в своем личном кабинете по структуре и вообще по всему тому, что в нем происходит. Заходя в раздел «Статистика», маркетинг-план, либо на главной странице, помните, там есть баннер, который слева внизу, нажимая по нему «Маркетинг», вы попадаете вот сюда. Видите, здесь обновлено 20 числа, это я сегодня обновлял. Вот я сейчас, у меня в третьем уровне написано 21 партнер, да? Вот, третий уровень, да? Сейчас вот я нажму. Должна актуализироваться структура. Вот, да, и после того, как прогрузится данная страница сайта, все, структура актуализирована, и мы можем посмотреть информацию по вашей структуре. Круговые диаграммы, которые показывают, какое количество партнеров у вас в первом поколении и в какой квалификации. Клиент, человек, который просто зарегистрируется, ничего не сделал, не купил ничего и так далее. Партнер, человек, который зашел в раздел реферальных ссылок и подписал партнерское соглашение. Да, консультант, человек, который выполнил условия первой, второй точнее, квалификации по нашим маркетинг-планам. Количество инвестиций, пришедших в первом поколении, разбито точно так же по квалификациям людей. Сколько партнера, сколько консультанта. Дальше график последних проплат, то есть регистрации. Вот вы видите, 15 апреля была регистрация. И сегодня эта информация немножко обновится. Далее, внизу вы можете настроить фильтры, то есть поставить, например, галочку, хотите посмотреть информацию только по тем людям, которые уже стали инвесторами, либо не инвестировали. Вот, вы можете выбрать, ну, в принципе, и тех, и тех смысла нет, потому что вам высвечивается информация реальная, которая есть. Дальше вы можете выбрать людей в определенной квалификации, чтобы посмотреть, сколько у вас там партнеров, консультантов, лидеров, если у вас большая структура. У меня как бы нет необходимости этого делать, потому что структура не очень большая. Дальше внизу идет, опять же, круговая диаграмма, которая рассказывает, какое количество, скажем так, людей в первом поколении, какой квалификации. Видите, один консультант, семь партнеров, один клиент, ой, восемь клиентов. И дальше идет информация по каждому человеку, фамилия, имя и сумма инвестиций, которую этот человек сделал в нашем проекте. Плюс ко всему, дальше идет информация, какое количество людей зарегистрировано у него в первом поколении. Видите, есть люди, кого без регистрации, есть люди с регистрацией. Мало того, напротив каждого вашего партнера в первом поколении и во всех других тоже стоит буковка и с точкой, нажимая на которую вы можете прочитать электронный адрес и телефон человека, который зарегистрирован по вашей реферальной ссылке. Опять же, это удобно, если вы активно работаете в интернете, у вас здесь могут появляться люди, которых вы не знаете. Кликнув по этой буковке «И», вы можете ознакомиться с телефоном, найти человека в скайпе по его электронной почте и предложить свои услуги как партнера, которым можно помочь развивать бизнес. Дальше. На что хотел еще обратить ваше внимание. на то, что если у человека есть кто-то зарегистрировано, вот нажимаем, например, вот высвечивается человек, видите, один человек под ним есть. А у этого человека уже три. Нажимая на него, у нас высвечиваются еще три человека. По каждому, скажем так, вашему партнеру, в вашей глубине, вы можете нажать буковку «И», у вас высветится электронный адрес и телефон этого человека. Вот таким вот образом. То есть, это вся информация по сети, это очень удобно, действительно, спасибо большое нашим программистам. Также внизу видите последние четыре операции, которые проходили в вашем личном кабинете. Движение денежных средств. Вы можете здесь выбрать дату с такой-то, с такой-то и посмотреть, что происходило в вашей партнерской структуре. Это раздел статистики. У нас практически остался только один раздел, который называется «Инвестиции». Давайте мы нажмем на «Инвестиции». И выберем раздел «Мои сертификаты» с самого начала. То есть, это тот раздел, в котором есть информация, если вы что-либо уже оформляли в нашем личном кабинете. Если вы только зарегистрируете, он тоже будет пуст. У меня есть три оформленных сертификата, причем информация по двум сертификатам, которые я оформлял в компании Skyway Capital, уже передана в основного реестра держателя. То есть, я стал собственником долей компании Skyway Capital. У меня есть, скажем так, сертификат компании Skyway Capital, который аннулирован уже. То есть, вы знаете, поначалу, когда у нас человек регистрируется, он получает обязательства компании Skyway Capital. В конце каждого месяца мы передаем список наших участников нашего проекта в корневую компанию, и этих людей заносят в основной реестр. После того, как это происходит, эх, не то нажал, да, скачал, сертификат, выданный компанией Skyway Capital аннулируется. То есть, на нем написано Cancel. И здесь у вас появляется возможность заказать себе бумажный сертификат, если вам это надо, да, компании RSS Holding, то есть, основного реестра держателя. Стоимость 10 долларов. Если вы хотите это сделать, нажимаете на кнопку, пишите свои реквизиты, куда вам отправить почтовые, да, и с основного, либо с бонусного счета оплачиваете эти 10 долларов. Дальше сертификат вы можете скачать. Тот, который был. Точнее, здесь скачать договор, точнее, подписанный. Вот у меня есть неподписанный договор, надо мне все-таки его подписать, да, не сейчас буду делать, а в процессе завтрашнего рабочего дня, но просто сам факт. Если вы нажмете подписать договор, у вас здесь высветится текст договора, вы с ним ознакомитесь, в конце у вас будет предложено подписать, нажимаете кнопку подписать, вам будет предлагаться загрузить документы необходимые. Первая страница вашего паспорта, страница с регистрацией, либо, скажем так, документ, подтверждающий оплату каких-либо услуг к тому адресу, по которому вы регистрировались и указали его, да, вот, и после этого, когда вы нажмете на кнопку, что вы загрузили все страницы, договор будет подписан, и через короткий промежуток времени вы сможете получить информацию о том, что вас внесли в реестр основной компании. Если вы договор не подпишете, то в реестр вы не попадете до тех пор, пока договор не будет подписан. И здесь есть возможность заказать выписку из реестра. То есть, если вы нажимаете на эту кнопку, вам приходит, здесь на компьютер сразу скачивается бумага за подписью Анатолия Дородовича Юницкого с вашими пакетами акций, с номером сертификата, с количеством этих акций и так далее. То есть, это выписка из реестра. Раздел «Мои сертификаты». Раздел «Инвестировать». То есть, он у нас выглядит следующим образом. То есть, фактически разбит на несколько частей. У нас есть пакеты приобретения акций в рассрочку. То есть, сначала идут они. Ну, это, в принципе, один баннер в разделе «Инвестировать». Когда я нажму на любой из пакетов, я загружусь конкретно на страницу рассрочек. Далее, внизу у нас идут пакеты для покупки без рассрочки. Пакет юбилейный. Если вы 1000 долларов тратите на инвестицию в наш проект, то вы получаете 300 тысяч акций. Если в течение месяца еще потом докупаете на 1000 долларов, еще 480 тысяч акций. Хотя вы можете остановиться на одном пакете. А если после второй оплаты вы еще в течение месяца оплачиваете 1000 долларов, то суммарно вы получите 1 миллион 350 тысяч акций, компанию Skyway Capital. У вас через, скажем так, неделю, 2, 3 недели после окончания оплаты внесут реестр корневой компании. Вы получите сертификат. Далее, у нас есть пакеты стоимостью 500, ой, 5000 долларов, 10 тысяч долларов и 50 тысяч долларов с хорошими дисконтами 500, 550 и 600. На пакете в 10 тысяч и 50 вы еще получаете юбилейную монету. Кстати, на пакете 1000 долларов при покупке первого пакета вам также вручается юбилейная монета в соображении нулевого километра дороги Skyway. Есть у нас прайс-лист, в котором как раз происходит выбор пакетов, которые вы хотите оплатить. И оплаты этих пакетов. У нас на синем фоне и на желтом пакеты, которые входят в акцию. У нас есть, видите, еще акционный пакет стоимостью 250 долларов, с дисконтом 130, 32 тысячи акций с половиной вы получаете. Кстати, если мы спустимся, опять же, вот, да, 200 долларов. Дисконт 102 и на выходе 20 тысяч 400, а здесь 32 500. Ощущаете разницу, да? Вроде бы разница в полтенек всего, а уровень доходности и дисконт позволяют вам больше, чем на 10 тысяч получить акции в случае приобретения пакета за 250 долларов. Для того, чтобы платить пакет, все достаточно просто. Напротив того пакета, который вы хотите купить, кликаете на плюс-сетку, видите, появляется единичка. Если вы покупаете пакеты сразу, за которые готовы платить, вы можете выбрать себе и несколько пакетов. Видите, здесь 5, 4 и так далее. Сколько вы пакетов выбрали, вниз, когда вы спускаетесь, у вас появляется информация, что вы выбрали дисконт 100, да, вы получаете 65 тысяч акций. То есть мы выбрали 5 пакетов по 130 долларов стоимостью. Соответственно, на выходе у нас будет 13 умножить на 5, и вот вы получаете цифру 65 тысяч. Стоимость 650. Если у вас на счетах, на основном, на бонусах хватает денег, вы просто сюда вписываете ту сумму, которую хотите купить пакет и покупаете. Если вы строите активно партнерскую сеть, у вас на акционном счету может быть большое количество акций. В принципе, единственное, куда вы можете потратить эти деньги, это на покупку пакетов акций. Соответственно, если у вас есть, например, 650 долларов, вы можете сюда вписать с акционного счета и просто нажать кнопочку «Оформить». У вас эти акции будут оформлены. Если у вас на счетах ноль или не хватает денежных средств, то вам необходимо выбрать ту платежную систему из перечисленных на этой странице, благодаря которой вы будете доплачивать необходимую сумму, которая вам нужна для покупки пакетов. Все достаточно просто. Я сейчас цифры вот эти вытру до нуля. Неважно, если вы покупаете пакет стоимостью 5 тысяч, 10 тысяч долларов, все то же самое. Здесь кликните на плюсик, вам внизу будет посчитано, сколько вы покупаете, откуда вы хотите потом проплатиться и так далее. Еще важный момент, на который хочу обратить внимание. Например, вы решили купить пакет стоимостью 5 тысяч долларов, с дисконтом 500, нажимаю единичку. Чуть не то нажал. Так, сейчас выше подымусь. Нажал единичку. А потом у вас еще остается немножко денег, например, на пакет стоимостью еще 60 долларов. По идее у нас должно быть, вы видите, здесь 5,5 миллионов акций, и здесь 4 740. То есть это получается 5,574, точнее 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 же, 5. 5 миллионов, 504 тысячи, 740 акций. Но если я сейчас напротив пакета стоимостью 60 долларов поставлю единичку, заметьте сейчас, какая цифра будет внизу. Дисконт 500, вы получаете 2 миллиона 530. Я, наверное, не там единичку нажал, да? 60 долларов. А, да, вот, 2 миллиона 500, извините, то есть я на 5 тысяч нажал, 2 миллиона 500 тысяч и плюс еще 4 700. То есть получается 2 миллиона 504 тысячи, 740 акций. Вот. А здесь не забудет, не 504 тысячи, а 2 миллиона 530. Почему? Потому что пакет, который вы выбрали, второй, он пойдет с дисконтом, не 60, а пойдет с дисконтом, 500. Понимаете, да? Соответственно, вы купите здесь в этом случае не 4740 акций, а 30 тысяч, если не ошибаюсь. Вот. Знаете, такое свойство нашего личного кабинета. То есть дисконт при приобретении нескольких пакетов одновременно идет по максимальному дисконту того пакета, который вы выбрали. Теперь раздел рассрочек. Вы можете зайти просто в раздел инвестировать и отсюда перейти в рассрочки, да? Вот нажимая на эти баннеры, вас загрузят в рассрочки. Либо просто зайдя в личный кабинет, если вы уже знаете, да, то, что вы собираетесь приобретать себе пакет акций в рассрочку, просто нажимаете кнопочку рассрочки. И у вас высвечивается эта же страница. Сразу хочу сказать, у нас здесь 7 пакетов. Напротив каждого из них есть кнопочка подробности. Нажмите ее, прежде чем что-либо сделать, да, и ознакомьтесь с условиями по каждому пакету. Потому что сегодня еще действует дополнительная акция на 4 пакетах Start Senior Стабильный бизнес. Вот. И есть также условия по поводу приобретения пакетов акций в нижнем сегменте, да, где у вас есть возможность высадки фруктовых деревьев, да. Потому что пакеты, которые стоят 5 тысяч, 10 тысяч и 50, там у вас есть возможность высадить на территорию экотехнопарка эксклюзивное дерево с вашей именной табличкой и так далее. Здесь все то же самое. Вы выбираете тот пакет, который хотите выбрать, да. У вас будет написано стоимость этого пакета. Дальше выбираете платежную систему, если нужно при помощи их доплачивать, либо пишите средства с основного или бонусного счета, если у вас их хватает. И просто нажимаете кнопочку оформить, которая здесь появится. Вот, конечно, просто если нажму, например, визу, да, видите, у меня появилась кнопка оформить. То есть мне нужно для пакетов, которые я еще не выбрал, в принципе. Вот, если выбрать, например, пакет за 80, видите, мне написало, что вы выбрали рассрочку на 6 месяцев, ежемесячным платежом 80, да, и вам необходимо оплатить. Если вы сделали это действие, кстати, то опять же, система вас запомнила. Мы сейчас с вами это действие проверим. Зайдем в раздел банкинга. Сначала мы просто уберем, информацию о том, что выбрали. Вот. Так, на секунду. Банкинг. Выставленные счета. По идее, у меня здесь должна появиться информация, то, что я... Ага, нет. То есть я там просто не доделал действия. Так. Разделил рассрочки. Снова вернулся, и у меня здесь... Видите, я просто дальше не делаю. Если бы я выбрал и нажал, как бы так оформить, тогда бы у меня была закреплена за мной рассрочка, даже если бы я ее не оплатил. В разделе выставленные счета у меня бы убесел бы счет на 80 долларов, который я нажал. Я мог бы ее оплатить в течение, по-моему, 10 дней у нас сохраняется эта рассрочка. То есть вы можете, нажав эту кнопку, поняв, что у вас денег не хватает, просто потом пополнить, скажем так. Либо, если вы выбрали какую-то из платежных систем, благодаря которой потом вы будете платить, просто зайдя, опять же, продолжить оплату. Там у вас будет кнопка также оплатить этот счет. И вас выведут на эту платежную систему, которую вы выбрали. Если у вас рассрочка уже есть, вы можете просто по ней проверить информацию, нажав «Мои рассрочки». У меня здесь нет. У тех людей, которые рассрочку оплачивают, здесь появляется табличка, где прописано количество месяцев, которые они уже оплатили. Сколько осталось. Вы можете там поставить галочки напротив автоматического, скажем так, считывания денежных средств вашего основного либо бонусного счета. Для тех людей, кто строит партнерскую структуру и знает, что у него, например, ежемесячно приходит денег больше, чем стоимость его рассрочки, он ставит галочку и пишет, например, с бонусного счета списывать ежемесячно такую-то сумму. И все. И программа сама будет ежемесячно списывать. Есть еще важный момент. Любой человек, заказавший себе рассрочку, может досрочно ее погасить. Если вы взяли на 10 месяцев, вы можете ее платить за 6, за 3, да даже за 1. То есть, если у вас будут приходить денежные средства в личный кабинет, например, на тот же бонусный счет, вы строите структуру, вы взяли и досрочно погасили рассрочку и у вас высока вероятность, что будет возможность, что вы успеете с тем же дисконтом взять следующую, если захотите. Вот, в большом счету, та информация, которую я хотел вам сегодня рассказать на нашем вебинаре, то есть, сложного ничего нет. Найти информацию по личному кабинету, в принципе, может любой человек. Данный вебинар, кстати, записывался. Да и у нас уже есть, по большому счету, выложено несколько записей по личному кабинету партнера компании Skyway Capital. Вот. Да, в ожидании, если выставленный счет, если вы не оплатили по рассрочке, он виден там в разделе неоплаченные счета. То есть, вы сможете зайти туда через день, через 3, через 5, но, по-моему, не более 10 и осуществить оплату за бронированные за вами рассрочки. Вот таким вот образом. Соответственно, люди получат, которые находятся у вас, выше вас в партнерской структуре, ваши партнеры вышестоящие, они получат вознаграждение не тогда, когда вы забронировали эту рассрочку, а когда вы ее оплатили. Какие есть вопросы, коллеги? Я не могу сказать, что вебинар какой-то супер там важный и так далее, хотя я считаю, что любой из вас, точнее, любой человек, который принял решение развивать партнерскую сеть и так далее. Я думаю, он должен владеть информацией, что и где находится в личном кабинете. Я не знаю, что такое анализационный документ, Юрий. Честное слово, я не банкир и не юрист, потому что у меня нет криминального типа мышления, как у юристов. И я не банкир, то есть я не знаю, какие документы они ищут. У нас есть инвестиционный меморандум, регистрационное свидетельство тех компаний, которые входят в холдер, у нас есть, скажем так, большой объем информации, я не знаю, на что смотрел ваш друг из банка. Тем более, слово банкира, скажем так, вы знаете, есть банкиры, это те, которые банками владеют или управляющие банками, а есть банкиры, которые сидят в кассе, скажем так, и выдают, шлепают печати на чеках и так далее. Это не банкир, это наемный служащий. Но я надеюсь, что у вас именно банкир, я не хотел обидеть вашего друга. Тем не менее, скажем так, я не знаю, на что смотрят банкиры. Люди, которые, скажем, планируют инвестировать во что-то и хотят получить доход, они смотрят, разбираются в проекте в целом. Кто-то либо понимает, что здесь есть перспектива уложения денежных средств и в дальнейшем получения большого дохода. Кто-то нет. Я знаю точно, что если вы положите деньги в банк этого человека, то вы не выиграете ни в чем. Вот того руководителя отдела, про которого вы написали. А проиграете? Если просто на депозит положите деньги, вы будете, в лучшем случае, в нуле через год, а чаще всего в минусе, потому что уровень инфляции всегда практически выше, по крайней мере, на территории СНГ, чем уровень, процентная ставка от того депозита, который вы, скажем так, имеете в этом рамке. Вот и все. Минимальная ставка, которая приносит людям какой-либо положительный эффект, как говорят там Роберт Киосаки, Бодо Шеффер и так далее, это минимум 12%. Это ставка, когда вы не проигрываете. Все, что ниже, уже может быть минус. Ну, за исключением развитых стран, где инфляция там, например, 2-3% и так далее. Идеальная ситуация не менее 12% инвестиций, которые вы хотите сделать, либо уже сделали. Если больше вопросов ко мне нет, если то, что я говорил, достаточно понятно, то я вам рекомендую сделать следующее. Либо направить ваших партнеров, которые не знают, что где в личном кабинете, на наш канал YouTube, где мы выкладываем записи вебинаров, либо посредством приглашать этих людей на подобные вебинары, чтобы они задавали вопрос, чтобы они видели, что кнопка нажимается, ничего странного не происходит, страшного ничего не происходит. Единственный еще совет, просьба такая, мы имеем дело с деньгами. Если ваши партнеры вдруг начинают пополнять личный счет, не разобравшись в этом, и куда-то деньги улетают, постарайтесь, чтобы они делали оформление пакетов акций, либо денежные средства заводили в личный кабинет, после ознакомления информации, что у нас и где находится в личном кабинете, чтобы они не игрались, чтобы они не нажимали каких-то лишних кнопок и так далее. Мы имеем дело с деньгами. Если вдруг вы нажмете на эту кнопку, у нас в принципе опасных кнопок нет практически, но тем не менее, если у вас на личном счете будут деньги, и вы их укажете просто так поигравшись с бонусного счета, например, вдруг хотели показать, как это действует, как покупается пакет, вы его купите. Деньги уйдут, будут списаны, и вам будет оформлен пакет. Поэтому постарайтесь, скажем так, не промахиваться мимо кнопок, не нажимать то, что не нужно, и тогда все у нас будет хорошо. И все-таки разберитесь в личном кабинете, чтобы вы задавали как можно меньше вопросов нашим менеджерам отдела информационной поддержки в техподдержке. Вы не будете отвлекать людей, мало того, сами разберетесь, вы сможете научить других. У вас будет большая команда обученных партнеров, которые, скажем так, ничего не будут бояться. Я не знаю, как у Хавратова Татьяны, и я точно скажу, что я не буду никому рекомендовать делать как у Андрея Хавратова. У них свой, своя компания, у них свои какие-то, скажем, действия по оплате пакетов. У нас есть целый ряд платежных систем, благодаря которым вы можете деньги завести на основной счет, либо оплатить сразу. Поэтому, если вам нравится где-то, что там проще, ну, наверное, вы можете делать это там. Вот и все. А как у Хавратова, проще или нет, я ни разу не заходил внутрь личного кабинета, я там не зарегистрирован, да и мне неинтересно, в принципе. Не потому, что он плохой человек, нет, потому что, скажем так, невозможно одновременно находиться в трех местах. Это все. Даже в двух сложно. Если вопросов больше нет, то я на этом буду заканчивать вебинар. Спасибо вам за внимание. Завтра у нас 18 часов презентация, в пятницу у нас маркетинг план. Я не знаю, почему у вас люди не могут проплатиться. Напишите причину, что им мешает проплатиться у нас здесь в капитале. Что их тормозит. Какие действия они делают, что у них не получается оплатить. И где они не могут оплатить. Тоже вопрос. Если у вас есть какие-то проблемы, у этих 10 человек, они не могут оплатиться, у нас есть возможность обращения в службу технической поддержки круглосуточно. На сайте. Напишите, да. Вот видите, Маргарита написала, у нее 30 человек и все без проблем проплачивают. Я не понимаю. Я так понимаю, это Татьяна, которая сейчас из Якутска, да, откуда-то, точнее из Якутии. Кстати, спасибо вам большое, что у вас так поздно и вы находитесь на нашем вебинаре из Нерюнгрии. Видите, у большинства людей получается платить. Служба не может не отвечать. Если вы напишите, я вам сейчас покажу, да, все-таки. Раз уж мы находимся в личном, вебинар по личному кабинету, сейчас загрузится в мой личный кабинет. Трансляция рабочего стола. Вот. В конце концов, если вы не можете дозвониться с сайта, да, то, о чем мы говорили, то вы можете сделать элементарные действия. Я начал трансляцию рабочего стола, коллеги. Смотрите, Татьяна, вы заходите в личный кабинет. Вот у нас справа есть, видите, кнопочка на чат-чат. Вот и вы здесь пишите имя ваше и что вы хотите спросить. И вы здесь пишите, уважаемые друзья, у меня 10 человек не могут оплатить по таким-то причинам. Помогите. И специалист нашей технической поддержки начнет вам помогать. Вот и все. Это просто. Знайте, что в личном кабинете есть такая возможность. Сделайте это, Татьяна, и у вас, возможно, все сложится очень быстро. Я на этом буду заканчивать. Останавливаю запись. Спасибо вам всем еще раз. Всем здоровья, любви денег, хорошего настроения, ну и успехов и в бизнесе в нашем, и просто в жизни. Что все у вас складывается.